О, ты можешь еще, знаешь, это как будто бы ты на допросе у чекистов. Так вот, пришел ко мне мой кот. Говори всю правду. И потребовал, чтобы я переделал этот туннель. И так ко мне пришли коты всего Басманного района. И с тех пор они держат меня в заложниках, пока я не сделаю этот туннель. Поэтому, люди, пожалуйста, спасите. И кормят кошачьим кормом. Что? И кормят кошачьим кормом. Нет, слава богу. Не только кошачьим, но и человечим. И я понимаю, что на эти не все равно. У меня есть вполне конкретные конструктивные предложения. В частности, что касается Ту-туннеля. Есть один маленький, простой, понятный проект по долгосрочному редизайну Ту-туннеля чертового. И я понимаю, что если бы речь шла о чем-то большом, я бы, наверное, делала это иначе. А здесь это маленькое локальное пространство, которое на самом деле, в первую очередь, требует координации людей, которые живут в этом месте, которые живут в Москве, которым не все равно. Но которые радуются новому стрит-арту, паблик-арту, хорошим галереям выставочным, новым интересным концертом. Которые не любят ночью в темноте пробираться помимо стройки и не знать, на что им рассчитывают. То ли на них собачка выскочит, которая покусает за попу. То ли дворник с топором. И наш проект на самом деле способ сказать не только РЖД, но и другим бизнесам в городе и в целом городу, что если нам нравится более яркий общественный пространство, если нам нравятся более приятные места, в которых мы просто проходим каждый день мимо в большом количестве, то на это стоит обратить внимание. Потому что мы и есть те самые люди, которые ежедневно покупают в РЖД билеты, например. И мы и есть те самые люди, которые пользуются городской инфраструктурой, которые покупают себе пирожки или ездят в Ашан. И вообще здесь существуют. Соответственно, история про договоренности между людьми, которые живут в городе, и бизнесом, который здесь что-то пытается делать, это нормальная совершенно история договоренности и общих коммуникаций, и общих интересов. Потому что понятно, что если людям хочется, чтобы туннель на Казакова выглядел поприятнее, и РЖД в какой-то момент соглашается этому способствовать, то не только люди выигрывают от того, что туннель выглядит симпатичным, но и РЖД как компания, которая начинает открываться чему-то стоящему за пределами чистого профита. То есть, предположим... Ну или как бы через суд принудите их сделать ремонт так, как ты хочешь. Ну, во-первых... И какая разница, потратить 100 рублей на то, чтобы просто серой краской покрасить или там еще... Ну, во-первых, конфликт, это, как мне кажется, крайне непродуктивная форма взаимодействия. Это раз, два. А если, предположим, отправиться в суд с иском, то нужно будет предоставить весьма убедительные доказательства того, что этот туннель не поддерживается. Ну, собрать на тысяч подписей, что люди считают, что его лучше. С формальной точки зрения, это совершенно не соответствует действительности. С формальной точки зрения, РЖД увеличивает освещение, моет стены и убирает мусор. И с точки зрения как самой компании, так и городских властей, они удовлетворяют все минимальные требования. Мы сейчас говорим о требованиях, скорее эстетических требованиях взаимодействия с социумом, о том, что в более ярких местах комфортнее находиться психологически. То есть это вещи, которые очень слабо верифицируются. Мы готовы поставить такой эксперимент, посмотреть, что из него получится. И нам кажется, исходя из международной практики, что да, это место будет более вандалоустойчивым, да, там будет приятнее быть, да, людям будет комфортнее жить рядом с этим туннелем, но это по большому счету познается только на практике. И понятно, что люди, с которыми мы поговорили за все эти два года, там, это жители Басманного, люди, которые там...